Здравствуйте, уважаемые зрители нашего видеоканала, наши заказчики. Сегодня я вам покажу новую модель. Сразу хочу сказать, что эта модель выпускаться будет только в штучном варианте, так же как и финка фронтовая, нож финский охотничий номер один до последнего времени. История появления у нас этой финки следующая. Вообще я на нее давно смотрю, у меня не было времени, чтобы ее проработать, прорисовать и уже начать ее потихонечку делать. Во всех каталогах, в том числе в каталоге Мака, есть реальный ее размер. То есть, пока она на фотографии, она смотрится как-то более гармонично, там только каждая штучка маленькая. Здесь это вот такой вот немаленький совсем тесак. В интернете везде она фигурирует как финка-рысь. У нас есть нож-рысь, ну это финка-рысь. Мы название менять не стали. Люди его ищут. Этот нож знают. Это реплика. В общем-то, подтолкнул меня ее сделать. Как-то у нас в группе любитель холодного оружия, Дмитрий Иванов, выложил подборку из нескольких финок, по-моему, осенью или летом. Красиво там они смотрятся, честно говоря. И вот там эта финка тоже фигурирует. Еще там одна финочка, похожа на финку фронтовую, но я тоже выпустил. Ну, в общем, так. Нож не для, скажем, постоянного ношения на охоте, наверное, это больше все-таки для коллекционеров. Да, он абсолютно рабочий, да, он режет, да, на нет сведения, он им бриться можно. Но, на мой взгляд, в современном мире данный нож как-то, я не знаю, он реально выглядит как сабля. Мне кажется, использовать его можно, ну, разве как бивочный нож. То есть там дровишек подзаготовить. Ну, естественно, если обороняться им, или там дорезать зверя, например, да. Вот эта финка, по официальной версии, стояла в финской армии на вооружении. У них же там очень интересно было. Там чуть ли не у каждого батальона были свои финки. И кто к кому-то носился, и там небольшая разница этих финок была. А так-то, суть-то их типовой грибок. И вот, размер здесь сделан один в один. И вот, что интересно, вот на фотографии, когда я первый раз, давно-давно увидел финку НКВД, еще когда мы их не делали, на фотографии финка НКВД выглядит больше. И когда первые финки НКВД пошли, а делали мы ее с оригинала, люди вообще, типа, это неправда. А некоторые производители даже пытались ее копировать, так, по наитию. И она у них получалась больше. Кстати, вот увеличенный финк НКВД тоже, кстати, неплохой нож, интересный. Я тоже думаю, как-нибудь может сделать так на любителей. Скажем, это будет уже не финк НКВД, а по мотивам. Тем не менее, да? А вот этот нож, он кажется меньше на фотографии. А вживую он вот такой. Например, несмотря на то, что нож классный, мастер делал тот же, что и у нас в Финске Охончий номер один, да? Все чисто, аккуратно, красиво. Все спуски, все вручную, все в ноль. Но мне вот такой нож не нужен. Если в Финске Охончий номер один я оставил, то я не знаю его применения. Больше, наверное, вот как есть он и есть. Ну, либо еще раз говорю, вместо бивачного ножа, там, вместо полярника, вместо промыслового, большого, которое у нас делается. Только вот в таком стиле. Вот. Ну, тогда здесь, здесь заточка в ноль. Насколько она будет выдерживать рубящий удар, и тоже трудно сказать. Хотя, я думаю, по дереву будет работать, потому что очень серьезная толщина. И видите, переход вот этот, он как-то пора. Вообще, мне кажется, рубящий удар этой Финкой примерно как небольшим коротким мечом будет. Вот такая серьезная штука, да? Поэтому, я думаю, что в основном большой популярности даже не из-за цены, а из-за того, что просто применение ей в постоянном, как бы, постоянного применения в современном мире найти ей сложно. Заказывать я сильно не буду. Ну, да ладно. Это вариант имиджевый. Да, вот мы ее сделали, мы ее повторили. Все классно. Все. Все, посмотрите. Вот такая прелесть. Поэтому, кто интересуется репликами, вот, реально, еще одна реальная реплика. Кстати, вот у нас Карелия номер 5, она была, как бы, сделана по мотивам вот этой Финки. Кто знает наш нож, там Карелия номер 5, она где-то отдаленно, но она более приземленнее, что ли, Карелия номер 5. Она, несмотря на то, что длинная, она поуже, полегче. А это все-таки такая, блин, не знаю, может быть, там в рукопашном бою это и хорошо, такая длинная. Но точно уж не как оружие скрытого ношения. А так, конечно, весь замечательный. Поэтому любителям реплик, коллекционерам заходите на сайт, заказывайте. Теперь доступно. Теперь мы тоже это производим. Более подробно, я думаю, историю этой финки, поскольку это финка на слуху, да, вы можете найти в интернете. Вот. Заказать можно, кстати, практически из любых стали. Хотя, судя по толщине, я сомневаюсь, что из Элмакс можно сделать, потому что у нас нет такого Элмакса. А так, при заказе спрашивайте, скажем, из чего можно. С9, ХС можно, ЗУ8 можно, Х12, 95. Вот такая вот серьезная финночка. Всего доброго, до свидания.